Так, продолжаем тему. Значит, я расскажу два слова еще о том, как раз, о той трагедии в Иорушеламе, о разрушении храма в 70-м году. Дело в том, что есть предыстория этой трагедии. За 40 лет до как раз разрушения, когда Мессия пролил свою кровь, как раз тогда именно и прекратились приниматься жертвы Всевышним Богом там в храме. Тоже известный факт. Мессианские раввины насчитывают до сотни косвенных подтверждений правдивости Евангелий и правдивости личности Ишу, как Машеха, Иисуса, как Христа в Талмуде, в других писаниях традиционного иудаизма. И вот в Талмуде в разделе Йома, наверное, самые потрясающие такие косвенные подтверждения правдивости Евангелия содержатся. В разделе Йома как раз говорится именно о разделе Талмуда, где говорится как раз о празднестве Йом-Кипур, о традициях, жертвоприношениях. И, наверное, самое потрясающее для меня было, значит, прочесть именно, что последних 40 лет перед разрушением храма жертва на Йом-Кипур Всевышним Богом не принималась. Это очень важный факт такой. Даже, кстати, там уже в Талмуде говорится, три раза по 40. 40 лет написано при некоем Шимоне Цадике, каждый год принималась жертва Всевышним Богом. То есть на Йом-Кипур жертва была принята. Этот факт констатировали священники. Затем 40 лет написано, временами да, временами нет. То есть время земной жизни Мессии, земной жизни Христа Иисуса было так. В храме временами принимала жертва, временами не принимала жертва. Была неопределенность такая. Но написано, последних 40 лет никогда не принимала жертва. Последних 40 лет. То есть с того момента, когда Мессия сказал совершилось, жертва прекратилась. Она еще продолжалась. Последняя жертва в храме была совершена 17 июля 70 года. Потом уже некого было приносить жертву. Все, в животных не стало. Голод наступил вообще. И раньше даже уже наступил голод в осажденном Ярушиламе. И римляне готовились к приступу. И не было уже в запасе животных, которых можно было бы приносить жертву. Ни хлеба положить. Вообще не стало ничего. Знаете ли, это было ужасным событием, конечно. Защитники просто-напросто умирали от голода и болезней. И потом римляне пошли на приступ и совершили вот это массовое просто убийство, по сути, уже ослабленных защитников осажденного города. Но вот этот факт, именно 40-летие непринятия жертв, это очень важный факт. И этот факт нам пригождается, именно мне лично очень сильно пригодился это не раз и не два уже, когда я имел общение с религиозными грамотами иудеями. И для меня это было очень важным таким козырем, немаловажным. И в Германии, и в Америке, когда общался с русскоязычными, именно евреями, то мне это очень сильно пригождалось. Потом, также в Талмуде говорится, кстати, еще о том, что последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, были еще некоторые страшные знамения в храме. Очень дурной знак был в том, что на протяжении 40 лет последних храмовые ворота сами собой распахивались. 40 лет подряд, во время служения, храмовые ворота сами собой распахивались, священники были в шоке. Это означало просто сверхъестественное, Божье, такое действие, это нельзя было открыть самостоятельно. Это должны были дюжины храмовых служителей, должны были открывать эти ворота, но они сами собой распахивались, как будто бы на фотоэлементах. То есть Бог показывал, добро пожаловать, открытые двери. Завесу зашили священники, представили, что как будто ничего не произошло. Списали все на совпадение, на случайность, но Бог открывал такие двери, показывая, что совершилось. Это не совпадение, это не просто совпало, это не просто землетрясение, которое повредило кое-что в храме. Нет, это было Божьим действием. И дальше говорится, что 40 лет подряд храмового минора во время служения сама собой затухала. 40 лет подряд последних, ваше внимание обращаю, никогда до того она не затухала. Сама собой все семь лампад затухали во время служений. 40 лет подряд последних. Это важнейший тоже козырь нам в деле благовестия евреям, особенно религиозно грамотным иудеям. И покрыть этот козырь ничем нельзя уже. Я еще могу назвать еще десяток фактов, именно как раз из Талмуда, где говорится как раз именно о том, что они косвенно подтверждают правдивость личности Иешуа как Христа, как Мессии. Иисус Христос, Сын Бога Живого. И это самое удивительное, можно из писаний талмудических нам взять. Талмуд не заинтересован в распространении писания, Нового Завета, в распространении Евангелия, но будучи исторически справедливым писанием, он косвенно подтверждает, вот как ни странно, именно нашу веру, мессианскую, христианскую веру. Да, друзья мои. Кстати, а как, вот интересный вопрос такой, как священники определяли, принял ли Бог жертву на Йом-Кипур или не принял? Были, да, как? Ниточка меняла цвет. Да, нити меняли цвет. Лоскуты, нити, значит, белые, белоснежные, их пропитывали кровью жертвенного животного, вот того самого козленочка, да, которого ритуально обескравливали священнослужители. Эту кровь выносили кадошка дошем святого святых храма. Так вот, и в этой крови эти нити привязывали и смотрели, если во время служения они становились белоснежными, то священники говорили, это, значит, Бог принял жертву. Брали за основу местописания из Исаии, если грехи ваши, как багряные будут, в буквальном еврейском тексте, как окровавленная тряпка. Бог говорит, а выбелю, вычищу. И вот, значит, это совершалось, но последних 40 лет кровавое оставалось кровавым. Кровавые эти лоскуты нити оставались кровавыми, и они не становились белоснежными. Да, но были другие знаки, еще было много знаков. Кстати, о потухающей миноре, это вам ни о чем, ни о что не напоминает потухающей миноре. Это как бы ханука, только наоборот. Да, обратили внимание, как бы анти-ханука. Знаете, вот на хануку мы вспоминаем сверхъестественное горение миноры, да, а здесь сверхъестественное затухание миноры. Иисус сказал, что оставляется дом ваш пуст. Конечно же, не просто какой-то дом какого-то вельможи или царя. В Иерусалим без храма это ноль без палочки. Знаете, вот, и поэтому в первую очередь Мессия говорил, конечно, о доме Божьем. Дом для молитвы для всех народов. Как Бог и замышлял эту постройку. Но, слава Богу, что хотя храм еще существовал и приносились уже бессмысленные жертвы там, не имевшие уже смысла, до Мессия не имели смысла, после уже они не имели смысла уже. И были уже не Божьи, а уже противобожьи были. Потому что жертва царя-царей совершилась. Агнец Божий пролил уже свою кровь за нас. И Павел, апостол Павел, еврейский апостол, писал Коринфянам. Помните, да, к общине, в основном состоящей из неевреев притом. Он писал первое послание его, первое письмо его в Коринф, 1 Коринфянам 3.16. Легко запомним будет, да, это очень похоже на Иоанна 3.16. 1 Коринфянам 3.16 пишет. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Дух Божий живет в вас. То есть храм Божий сегодня, это живой человек. Это не камень. Или как на Руси говорили, нестяжатели были такие, Нил Сорский, Васям Патрикеев, там прочие нестяжатели такие, как только реформаторское такое было движение на Руси, говорили так, храм из ребер, а не храм из бревен. Храм Божий обшит кожей, да. Вот как бы живой человек, или как в Писании говорится, именно камень, да, живой камень. Это клеточка, живая клеточка в этом организме Мессии. Это удивительно, конечно. И в каждой клеточке Иисус Христос, в каждой клеточке он обозначен, прописан. Каждая клеточка, живая клеточка, конечно же, да, в ней Иисус. Слава Богу, друзья мои. Да, хорошо. Так вот, я расскажу, что было потом. После этой трагедии, после разрушения храма, после разрушения Иерусалима, были еще попытки восстановления, конечно, были еще попытки восстания. Знаете ли, пришел Барков, тот самый знаменитый столетие спустя, можно сказать так примерно условно, который себя назвал тоже Мессией, где-то как-то он и был похож, может быть, на Мессию. В понимании даже священства, ведь даже первосвященник его таковым и признал, значит, Машехом. Но восстание это было жестоко подавлено, от того лжи Мессии не осталось следа. Сегодня только на уроках по истории мы вспоминаем того несчастного человека, который себя возомнил спасителем Израиля. Восстание было недолгим, но очень кровопролитным, знаете ли. И когда Бог за нас, кто против нас, но если Бог не за нас, то это очень-очень плохо заканчивается. И знаете ли, друзья, после рассеяния, наступило время рассеяния, время, когда евреям даже запретили даже селиться там в Иерусалиме, даже смотреть на это место запретили, римляне просто расселили остатки евреев, какие проживали бы там, выжили после этой бойни, знаете ли, неудавшегося восстания за независимость Израиля, выселили в другие страны и с тех пор началась очень трагичная история рассеяния. И вот в гимне Израиля мы это вспоминаем, что 2000 лет влечет нас эта мечта. Вот это вообще казалось неизбыточной мечта, неизбыточной она казалась. Даже скажу так, когда антисемитизм в христианстве, как теологии уже, как именно доктрина стала возникать, в четвертом столетии уже доктриной она становилась теология антисемитизма. Так вот, краеугольным камнем этой доктрины антисемитизма, теории замещения, было именно рассеяние Израиля и ложное убеждение священнослужителей христианских, православных, католических, таких как Иоанн Златоуст и других, что Израиль никогда не вернется больше, не восстановится никогда, ни при каких обстоятельствах. Об этом говорил Златоуст Иоанн, один из толпов христианства исторического того периода времени, и один из главных идеологов антисемитизма. И он считал, и он писал об этом в своих сочинениях, что и другие ему вторили, другие отцы, тогдашние капотокийцы, вторили ему, говорили, что Израиль никогда не соберется снова. И на этом своем ложном пророчестве они строили все здание антисемитизма дальше, теологии антисемитизма. Но, господа, 14 мая 1948 года, Бен Гурион, когда зачитывал Декларацию о независимости Израиля, знаете ли, все эти ложные пророчества были перечеркнуты вообще, как феникс из пепла, из ничего государство возродилось. А это значит, что у христианского антисемитизма не стало базового камня, фундаментального камня, на котором все строило здание. Рухнул этот камень, он затричал по швам. Потому что это как гость, как Израиль, само существование государства Израиля, это как кость в горле христианского антисемитизма. Я как христианин и как сионист христианский, я убежден, что Бог в этот момент, он именно, понимаете ли, во всемирной истории, совершая историческое чудо восстановления Израиля, он показал, что он есть на свете. И что все прогнозы людей, они, знаете ли, это лишь людские предположения, а он располагает всем. Люди предполагают, а он располагает. Хотя я понимаю, конечно же, современный Израиль это далеко не идеальное государство и много ошибок, и много такого социалистического там и прочего. Но, с другой стороны, Бог, он не обязательно и в открытую и действует. Он не всегда, как на Пурим, да, у нас учат, чему Пурим, что он не всегда афиширует свое существование, но всегда видно его действие. Не всегда, вот, даже о нем говорят, не всегда, значит, его вспоминают, но всегда он в истории действует. Через простых людей, обычных людей, ничем не примечательных порой даже, порой даже о которых не скажут, что они евреи вообще. А Бог действует, вот так. Хорошо, господа, я, значит, даже дальше продолжу. В истории христианства первые 300 лет известны истории церкви как время гонений. Это общий, как бы, известный факт, что римские императоры не жаловали христианства, и первым мессианским верующим пришлось вообще не сладко, потому что они оказались чужими среди своих, как бы, да, и своими среди чужих. Они оказались в таком состоянии, очень даже двойственном, потому что, к сожалению, при всем том, что множество людей, множество евреев обратилось к Мессии, но, к сожалению, подавляющее большинство-то, большая часть, все-таки же не приняла Христа. И самое, конечно, трагичное, что, и что тормозило именно пробуждение тогда, и спасение миллионов евреев, это упрямство религиозно-мафиозной этой структуры, и у тогдашнего иудаизма отступнического, это было просто-напросто ужасным зрелищем. Хотя мы знаем, что некто Никодим, один из учителей Израиля, приходил ко Христу, мы знаем, что он сказал, что не просто я знаю, что ты учитель, пришедший от Бога, а мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. То есть можно предполагать, что не только он один такой уникум там среди высокопоставленных особ, среди этих раввинов и священников знал, а и другие тоже предполагали, там дураком надо было бы что-то не предположить это все. Знаете ли, если народ уже шел за Мессией, и когда Лазарь был воскрешен, то это вообще спутало все карты этой религиозной мафии, потому что получается, что это не просто пророк, если бы Христос воскресил бы Лазаря в первых три дня, но он оттягивал, мы читаем 11 главу Иоанна, и видим, что он все время оттягивал приход свой туда. Он понимал, что уже там трагедия произошла, но он тянул до последнего, и только лишь когда уже Лазарь умер, весть он, пойдем, пойдем и мы умрем, а что делать вообще? Что говорит Мессия? Они же не могли поверить, чтобы уже в четвертый день было воскрешение, потому что согласно традиционному верованию иудаизма, именно первых три дня только лишь после смерти возможны для воскрешения. И в это верили тогда, в это верили сейчас, вместе и Хеврония считалась, да и сейчас, в большинстве направления иудаизма считается именно в Хевронии, вот та самая труба-пуповина, по которой души поднимаются в небо, и уже безвозвратно. Поэтому если бы в течение первых трех дней он воскресил бы Иисус Лазаря, то это было бы основанием, конечно, сказать многим еще раз, многим, что да, мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога. Но он воскресил в четвертый день, показав, что он не просто пророк, не просто учитель, пришедший от Бога, от века сущий, как и сказал, прежде чем был Авраам, он сказал, он был уже. И Иоанн написал, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и все через него начало быть, что начало быть. И он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Друзья мои, самими поступками Иисус проповедовал даже порой еще более убедительно, чем словами. Это были очень сильные поступки, и, конечно, выдающимся поступком его здесь было воскрешение друга своего Лазаря, которое спутало все карты религиозных, этих мафиозных структур тогдашнего иудаизма. И, конечно, большой грех совершили батюшки тогда, большой грех очень даже. Потому что именно непокаившись, непокаянное сердце их остановило пробуждение в Израиле тогда. Я считаю, что каков поп, таков приход. Поражу пастора, рассеются овцы. Если пасторы были народа Божьего в поражении, то могло ли прийти пробуждение в Израиль? Нет, к сожалению, за небольшим исключением не могло. Потому что рыба гниет с головы, и мы так люди устроены в человеческом социуме, что мы именно большей частью идем за кем-то. При всем уважении, просто мы люди разные, но большей частью, процентов 70-80, наверное, людей, они так или иначе идут за кем-то, они не могут сами идти. И мы так устроены, Бог так создал просто-напросто. Это и не хорошо, и не плохо, это нейтрально. Просто в чьих руках это все будет, понимаете ли? Если это в руках негодных людей, эта система, то она заводит слепой, ведет слепых куда? В яму, Иисус говорил. А если это будет грамотное руководство, если будут не слепые, а прозревшие служители, тогда это будут не слепцы, ведомые в погибель, а будут прозревшие, идущие в Царство Божье. Да, друзья мои. Так вот, церковь христианства в целом вот в этот период времени была гонима. И мы знаем о многих мучениках, исповедниках того периода времени. Но я, коль у нас такая специфическая тема, я хотел бы вот на чем ваше внимание заострить-то. На очень интересном. На том, что упускают многие, очень даже многие исследователи. Ведь считается, что первых три столетия все было более или менее гладко. в христианстве. Да, говорят, ругают вот этих вот императоров римских, которые там гнали христиан. Да, вот, говорят, что вот бедные христиане были мучениками, исповедниками. То есть, есть такая опасность, особенно подается там молодому поколению все так в таком свете. Однобоко. Идеализируются христиане, и вот в таком негативном свете выступают, значит, палачи. Ну, где-то это было и правдой, но не все это было правда. Это полуправда. Правда еще и в том, что не все так было в христианстве хорошо. И не все гонения, подавляющее большинство, скажу так, не были на пустом месте. И не были беспочвенными. И я скажу даже больше того, я не хочу, как бы, говорить против памяти, светлой памяти, там, тысячи-тысячи этих мучеников, значит, но я скажу кое-что. Что церковь тогда допускала очень большие погрешности против слова. И, наверное, самым большим таким грехом, если можно так назвать, исторического христианства тогда, был как раз отказ от своих еврейских корней. Буквально через сто лет после Мессии, первое столетие прошло еще, только лишь сто лет прошло, значит, начало христианства. И уже монстр антисемитизма в теологии стал пробуждаться. На практике даже, скажу так, именно на практике больше. Вот дело было так, что христиан именно становилось все больше из язычников, верующих евреев было все меньше в процентном отношении, понимаете ли? Распространялась церковь направо-налево. Тем более, христианство распространялось в основном в городах, чаще всего в городах, а не в селах. И, конечно же, в столицу пришло христианство. Мы знаем с апостола Павла, значит, да, там и община возникала, и, ну, потом церковь там была огромной, просто-напросто, римская община одно время. И очень известной. Так вот, но распространившись количественно церковь, да, качественно стало страдать. Каким образом? В руководство церквью пастырями ее становились люди, не знавшие своих еврейских корней. И больше того, антисемиты. Один из этих людей негодных был епископ римский Виктор. Или папа римский Виктор, как его называют. Ну, да, можно написать папа Виктор. Так вот, это было в конце уже второго столетия, да. Так вот, этот человек, он известен в истории тем, как раз, может, он и покаялся в этих вещах, заблуждениях, один Господь знает, но, по крайней мере, то, что он сделал, это в историю, понимаете ли, очень, ну, с плохой стороны, как бы, было внесено и вписано. И дало потом, знаете ли, очень плохие всходы. Как вот мультфильм этот, ледниковый период, да, когда там Белочка с орешком этим клац там, и небольшая такая трещинка началась, небольшая, потом это больше, 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 и все. И Белочка уже в шоке, уже там уже такое начинается. И вот то же самое, наверное, и Виктор не подозревал, во что выльется со временем. Он же не мог увидеть там крестовую походу, там, инквизицию, Освенцинов, что-то еще. Он не мог это увидеть? Он еще вот так вот что-то ударил, а вот ему, может, ему не понравились евреи как таковые. Может быть, он что-то там имел зуб какой-то на евреев. Я не знаю, что он, что, может, по бизнесу что-то его кинули евреи. Я не знаю, что случилось у него там, но, по крайней мере, он взял и вот насадил евреев таким образом, что, мол, давайте, господа христиане, будем праздновать Пасху не с евреями вместе, не с 14-го Ниссана, а давайте, ну, пораньше, попозже, но в другое время, но только в воскресный день, значит, потому что это выходной как раз у римских граждан. Но ни в коем разе не с евреями 14-го Ниссана. Конечно, многие, знаете ли, христианские епископы, особенно малазиатские епископы, они там написали ему петицию протеста и говорят, ну, ты вообще побойся Бога, человек. Ты, значит, что замыслил? Ты замыслил рушить то, что существует вот еще с библейских времен, да, и при том апостолы нам не повелевали так вот, значит, мечом махать, так вот, значит, направо-налево, так рушить вот традиции, ну, божественные традиции, знаете ли. Есть, понятное дело, есть много человеческих разных наносных вещей, но он не против этого поднимал меч свой, а вот голову поднимал против вот именно вот того факта, что мы с евреями в одной лодке, как написано, среди них насаждены, да, но в русском переводе, сильно дальнем, таком написано, что вместо них. Видимо, Павел, вернее, этот Виктор, этот Павел, Папа Виктор, он, видимо, примерно так вот и мыслил, раз он так говорил. Я думаю, не на пустом месте его эта теология там возникала, убеждение его. Но, по крайней мере, скандал, прецедент был этого скандала. Был такой в то время Ириной Леонский, который написал даже по этому поводу послания, такие два, к этому Папе Римскому, увещевал его не доводить конфликт, значит, до конца, до того, чтобы хлопать дверью вообще громко, чтобы не было раскола в церквях. Нашли такое решение среднее. То есть, если Папа этот хочет с римскими христианами молиться отдельно от евреев в другое время, пусть Пасху себе придумают какую-то другую, ну, другую дату. Хорошо. А остальные христиане пусть остаются, значит, при старом, значит, библейском таком понимании, значит, праздновании Пасхи. Ну, как бы Песоха, да. И вот, значит, и на том и порешили, как бы. Но это был не конец. Это было лишь началом. Прошло еще сто лет, и там такие страсти разгорелись, господа, что это просто уму непостижимо. Многим епископам в то время, пастырям, служителям христианских церквей, было в тягость вообще, что их ассоциировали с евреями. Они не хотели быть похожими на евреев и делали все, чтобы власти поняли, что евреи не мы, мы не евреи. А те евреи среди нас, что находятся, чтобы они как можно меньше своими евреистов заявляли бы. Знаете ли, вероучительно, ничегошеньки вроде бы не менялось в церкви. Да, согласен, да. Главные доктрины, да. Главные догматы, как бы, да. Бог, Писание. Но вот эта гидра антисемитизма стала уже себя показывать. К сожалению, при всем при том, что, конечно же, и были служители вот именно здравомыслящие, многие пошли уже на поводу вот этого духа антисемитизма. То есть, в начале антисемитизм, он проклюнулся. Это было началом прорыва. Очень страшного прорыва. В 313 году, отметить себе такую дату, вообще, как вам нравится больше дат давать, наверное? Это, хорошо. Это мне очень нравится, как вам угодно. Насчет, чего изволить. Насчет, запомним, 313 год. Я буду стараться давать не так много дат, но такие ключевые даты, такие ключевые даты запомним. До 313 года были гонения. Церковь была в разряде таких гонимых религий. В Риме, вообще, в римском государстве, в империи, да, были три категории, как бы, для религии. Были религии государственные, бюджетные, которые получали деньги государственные, которые были в почете, были повсеместными. И во главе этих религий порой сам император даже был верховным жрецом, понтификом, допустим, Зевса, там, Дамитры. Были религии терпимые, которые пользовались некоторыми льготами, но они не были государственными, не имели большой поддержки государства, и к ним терпимо относились. Но были религии гонимые. И вот христианство первых три столетия было фактически всегда в разряде гонимых религий. Считалось сектой. Иногда, правда, иногда христианство переходило в разряд терпимых религий. Но это были короткие периоды исторические. Допустим, в третьем столетии там был такой император Александр Север. Легко запомнить эту дату, 222-й год, его начало правления, три двойки к ряду, да? 222-й год. Александр Север, он, допустим, сделал очень такой сильный жест в сторону христиан. Он даже христиан приблизил и сделал христианство именно терпимой религии. Даже позволил строить свои здания, проводить легальное служение. Там даже в самом Риме был построен христианский храм, значит, там. То есть это было все как бы по закону. Но затем снова попало христианство в разряд таких гонимых религий. Потом был, допустим, Диоклетиан, который христианство тоже, последний гонитель церкви, который тоже христианство сделал терпимой религии и даже без пяти минут как бы государственной. Потому что епископы, многие пастыри были возле него постоянно в его дворце, питались его стола. И вообще он часто консультировался с ними, были его советниками христианские служители. То есть при нем христиане жили очень даже неплохо, почти все время. Но вдруг ни с того ни с сего он переменил свои мысли и стал самым яростным гонителем христиан. И, в общем-то, его гонения были наиболее такими широкомасштабными, потому что христианство во многом было уже легализовано, зарегистрировано. Христиане, многие не скрывали своих убеждений, как бы и римские порой палачи просто по спискам шли и арестовывали христиан. Поэтому больше всего было количественно было репрессированных именно как раз при Диоклетиане. Но потом он сошел со сценой политической. Он был хорошим фермером, выращивал капусту, но это очень вкусно, редких сортов всевозможных. Ну, как бы был таким добрым старичком и наблюдал со своей фермы, как рушится империя некогда великая. Но как бы это его проблема была. Но, знаете ли, что в 313 году ситуация изменилась. Христианство стало не просто терпимым, а изгонимых стало сразу в разряд государственных. Это был исторический документ. Его подписали два императора. Константин, западный император, и Ликиний, восточный император. Ну, как бы одна империя, но на два лагеря поделенных. Константин и Ликиний подписали такой документ исторический, назвав христианство уже государственной религией. Официальный, бюджетный. И, в общем-то, Константин себя заявил, на Западе о себе заявил, как именно о покровителе, вообще, христиан, христианство. Хотя сам он так и не принял христианство. Ну, официально, по крайней мере, не принимал. Хотя его считают святым католической, православной церкви. Он так и не крестился даже. Перед смертью, говорят, он крестился. Хотя за три дня до смерти, когда он еще был в памяти, и еще был в состоянии передвигаться, три или четыре дня до смерти, его последним таким желанием было принести жертву Богу Митре, Зевсу, жертвоприношение. И, будучи верховным жрецом этих божеств, он принес им жертвы, надеясь на исцеление. Но исцеление не получилось, он впал в беспамятство. А после смерти придворные епископы объявили, что, оказывается, они его крестили. Каким образом? Неизвестно. Скорее всего, в состоянии бессознательном уже. Вот, если совершили какой-то обряд над ним, я не знаю. Так вот, это были арианские там епископы, служители. И после смерти его канонизировали вскоре. Сенат его объявил Богом после смерти. А христианская церковь в средние века назвала его святым равнопостальным Константином. И маму его тут-туда же равнопостальной царицей Еленой. Константин и Елена. Хотя жизнь этих людей была совершенно, ну, даже, скажем, антихристианская. В общем-то, свою жену Фаусту, значит, которую он доверял, всегда, значит, он вдруг ее казнил. Своего сына Криспа казнил также наследника престола, что повлекло за собой потом войну гражданскую, потому что его сыновья поделили империю остальные и начали войну друг с другом. Наследника престола, именно законного, он сам же и убил, в общем-то. Почти всех своих родственников он казнил также. Человек был просто-напросто, по всей вероятности, психически нездоровым, потому что именно он, значит, везде видел угрозу, перевороты, которых, как потом выяснялось, и не было-то. В общем-то, он верил доносам малейшим, и потому был очень скоро на расправу, страдая вот такой подозрительностью постоянной. И после его смерти, смерти Константина, осталось три сына, которые поделили империю на три части. Но официально был мир заключен даже в начале бы, казалось бы, но вскоре война разгорелась. Она была неизбежной, потому что никто из них не хотел уступать друг другу. Каждый хотел быть единственным и неповторимым во всей империи. А начав войну, они казнили всех своих оставшихся в живых родственников, каждый из них в своей части империи, чтобы не было других, значит, претендентов, значит, на престол. Один из сыновей убил всех остальных, значит, также Констанции его звали. Но он умер бездетным, хотя имел и жену-любовниц, значит, но никто не мог ему родить ребенка. Род Константина исчез полностью, таким образом, значит, они убили всех, даже самых далеких родственников, своих. Но, однако же, это не мешает до сих пор традиционным, вот многим православным католикам называть его святым и даже равноапостольным. А в чем же видят его равноапостольство? Да лишь в том, что он легализовал христианство и сделал его государственной религией. Он сделал добровольно-принудительную систему христианизации всей страны. Добровольно-принудительную систему. Какую? Просто-напросто чиновников, которые отказывались принять христианство, их снимали с должностей, военачальников также снимали с постов при отказе принять христианство. Бизнесменов душили дополнительными налогами, значит, на все. И, в общем-то, делали крайне невыгодной и очень обременительной жизнью, жизнь, значит, таких людей. Тем иудеям, что... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok